Здравствуйте. Антон Незвецкий, юрист, тот самый закон о защите прав потребителей в автомобильной ипостаси в борьбе нашей с вами против недобросовестных дилеров и некачественных сервисных и прочих услуг. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Сергей. Да, ну, начнем, наверное, с не очень хорошей новости. Вот я, готовясь к эфиру, открыл интернет, прочитал очередное известие. Некий дилер Nissan, ворский, да, не выдает автомобили клиентам, нарушает сроки поставки. Люди не получают машины там уже месяцами оплаченные предварительно. Стандартные ситуации, никто не удивился. И печально то, что происходит это все чаще и чаще, да, вот уже сколько сталкиваемся с ситуациями, когда дилеры кидают таким образом своих клиентов, уже просто пора говорить о том, что есть обманутые дольщики, есть обманутые автомобилисты, покупатели. Причем новых машин у официального дилера, а не на какой-то синюшной помойке, где они занимались перепродажей машин. Вот это самое интересное, что делают это официальные дилерские центры. И вот как от этого вообще защититься? Честно говоря, пока, наверное, какого-то универсального метода не выработать, потому что в такой ситуации может оказаться каждый. Получается, что практически с любым дилером. Ну, если речь идет только о нарушении сроков передачи автомобиля, это ладно. Там, допустим, ситуация, когда... Здесь пение есть, и мы вправе. Да, когда дилер просто нарушил сроки передачи машины, но все-таки ее поставил, у нас есть достаточно приличные санкции по закону о защите прав потребителей. Озвучь, кстати. 0,5% от внесенной предоплаты за каждый день просрочки. Но, опять же, здесь зависит от предоплаты, потому что дилеры тоже, предугадывая такую ситуацию, стараются брать ее поменьше. Вот там, где взяли предоплату, скажем, 50%, а то и всю, есть возможность получить приличную компенсацию. А если предоплата была, скажем, там, 1010-15, да, то через три месяца можно эти 1010-15 только и получить, потому что сумма неустойки ограничена этой суммой предоплаты. Но в законе есть еще одна неустойка по 3%. Но 3% это в тех случаях, когда имеется договор на выполнение работы или оказание услуг. То есть это неустойка не относится к договорам купли-продажи товара. Это если нам нарушают сроки ремонта машины, например, да, не гарантийного, а платного. А у Рено поставка машины это отдельная услуга за отдельные деньги. Ну, это как-то даже смешно, потому что здесь можно говорить только о договоре купли-продажи автомобиля. Поставка это... У дилера Рено по всей нашей стране у него отдельная услуга с отдельной оплатой, отдельной стоимостью. Это доставка машины. Когда у дилера Рено машину из завода Автофрамос везут на соседнюю улицу, стоит 3000 рублей. А на Дальнем Востоке это стоит 100 тысяч. Я понял, о чем речь. Ну, в таком случае мы можем требовать уплаты неустойки за просрочку доставки автомобиля, если таковая будет. Там уже, да, речь идет о санкции в 3% от стоимости услуги за каждый просроченный день. Но, опять же, она ограничена стоимостью этой услуги. Но это называется уметь пользоваться законом. Да, совершенно верно. В любом случае нужно эти санкции применять, потому что зачастую люди о них попросту забывают. А чаще даже их, ну, обманывают, чтобы они не получили ничего подобного, потому что любой дилерский, ну, не любой, конечно, но большинство дилерских договоров содержит множество условий, которые так или иначе позволяют дилеру как-то продлить срок, да, там, сославшись на задержку на заводе-изготовителе с поставкой машины. Они вправе? Нет, конечно. Многие автодилеры прописывают возможность одностороннего изменения и сроков, и одностороннего изменения цены автомобиля в договоре, что, кстати, тоже совершенно неправильно. И незаконно. Потому что это условия я часто вижу. Например, дилер пишет в договоре, что он вправе повысить цену машины, если она вдруг изменится, повысится заводом-изготовителем, либо вследствие там еще каких-либо действий импортера, например. Форд очень любит такие вещи, он, когда пытается попасть под какую-нибудь госпрограмму, например, льготного кредитования, он снижает до нужного предела машину, а потом пишет в договоре, что цена может измениться в случае, если, например, метеорит попадет в землю. Ну, мы не говорим о форс-мажоре, да? Там всегда вранье идет обычное. Речь идет именно о таких ситуациях, которые зависят от контрагента-дилера, ну, от импортера или от завода-изготовителя. Вот это, конечно, совершенно неправильно, потому что односторонние изменения обязательств, согласно гражданскому кодексу, не допускаются. То есть оно может быть допустимо договором, если речь идет о сторонах предпринимателях. Но когда в договоре участвует гражданин-потребитель, вот, то односторонние изменения обязательства допускаются только в случаях, прямо предусмотренных законом. Закон у нас не дает такой возможности дилеру увеличивать стоимость автомобиля, даже если он прописал, что он имеет на это право по договору в определенных ситуациях. А в гражданском кодексе какая статья на эту тему? Ну, у нас есть известные статьи 309 и 310 ГК РФ, которые регламентируют это. Вот, поэтому с такими вопросами к нам люди обращаются достаточно часто, и в большинстве случаев это даже удается решить как-то в досудебном порядке, претензиями соответствующими, чтобы машину передали по той цене, которая была изначально установлена. Вот, в ряде случаев приходится обращаться в Роспотребнадзор, известный случай, когда уже выносились постановления о привлечении к административной ответственности. Ну, штраф не в нашу пользу, но все на приятное. Да, 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 за включение в договор условий ущемляющих права потребителей. Это административная статья, и тоже этим надо пользоваться. Если вы видите, что договор как-то ущемляет ваши права, например, по стоимости товара какие-то там незаконные условия, по срокам гарантийного ремонта, очень часто любят устанавливать сроки, которые не соответствуют закону. Гарантийный ремонт, это отдельная тема, да, обязательно затронем ее. Еще там ряд условий, например, о том, что доставка автомобиля в случае поломки должна осуществляться самим потребителем на станцию технического обслуживания, да, тоже в корне неправильно, потому что в соответствии с законом доставка крупногабаритного товара, либо товара весом более 5 килограмм, производится силами и за счет продавца. Вот, поэтому... Это уже закон о защите прав потребителей. Да, поэтому нельзя, нельзя в договоре устанавливать какие-то иные условия. Вот, тоже предмет для того, чтобы разбирался Роспотребнадзор, куда надо в таких случаях писать жалобу. Но это ведь можно и в разговоре с дилером. Приходишь, хочешь купить машину, берешь договор в руки, видишь, что это на самом деле сплошная подлость не в твою пользу, и с этой минуты у тебя уже есть право для того, чтобы начинать бороться. Перерыв на новости, после новостей продолжим эту тему. А также с Антоном Нездвецким, юристом, специалистом по борьбе с дилерами на основе закона о защите прав потребителей. Мы тихонечко подошли к теме гарантийного ремонта. Да, но мы должны все-таки еще о сроках поговорить, потому что и о сроках гарантийного ремонта в том числе. Сроки это вообще один из главных моментов в взаимоотношениях потребителя, ну, с дилером данной ситуации, с автодилером. Потому что, ну, нет, наверное, здесь ничего важнее, как ремонт гарантийный, своевременный, да, не то, чтобы машина стояла месяцами, как это бывало сравнительно еще недавно до принятия очередной редакции закона о защите прав потребителей. Многие дилеры, например, Ниссан, да, писал в своих гарантийных условиях, что срок гарантийного ремонта может составлять до 180 дней. То есть полгода совершенно спокойно машина находилась на станции технического обслуживания, и никаких санкций никто за это не нес. Там пока запчасти караваны верблюдов доставляли из-за рубежа откуда-то. Вот многие люди в этих ситуациях побывали. Ну, к счастью, там очередная редакция закона о защите прав потребителей в 2007 году, она это исправила. Сейчас есть четкое по срокам ограничение. То есть гарантийный ремонт должен производиться незамедлительно, если иной срок не установлен соглашением сторон в письменной форме, но этот срок, даже если сторона договаривается, не может превышать 45 дней. 45 дней календарных дней, опять же, нерабочих. То есть, конечно, это дало некую уловку, опять же, тилерам, которые стали в договор о купле-продаже сразу включать максимально допустимый срок, вот эти 45 дней. Но, тем не менее, 45 дней это не полгода. И все-таки достаточно разумно для того, чтобы привезти любые запчасти из-за рубежа и завершить ремонт поломки машины. Ну, вообще, корабль с запчастями у них полгода идет. Ну, ссылки-то могут быть на все, что угодно. Как правило, на таможню, жалобы, на то, что поставщики задерживают запчасти. Но потребителя это никоим образом интересовать не должно, потому что это проблемы предпринимателя, который взялся продавать и обязался обслуживать надлежащим образом. Кстати, за нарушение сроков гарантийного ремонта закон сейчас очень серьезную санкцию устанавливает. Даже не неустойку. Неустойку 23-я статья «Закон о защите прав потребителей» все-таки тоже предусматривает. Там идет за невыполнение гарантийного ремонта в срок 1% от стоимости автомобиля за каждый просроченный день. Но главное, что у потребителя возникает право потребовать возврат уплаченной денежной суммы за машину. То есть, если на 46-й день тебе машину не отдали, ты вправе потребовать 100% стоимости этой машины? Да. Оставьте машину себе и чините ее хоть. Если машина на гарантийном сроке, вы сдали в сервисный центр, вам ремонтируют, она там стоит больше 45 дней, то, значит, можно предъявлять претензию, заявить об отказе от исполнения договора купли-продажи, и пусть вам возвращают ваши деньги. Либо меняют машину на новую. Если они на 47-й день говорят, извините, да, пожалуйста, вот забирайте свою машину, то потребитель, тем не менее, вправе апеллировать к 45 дням и после этого настаивать на своем. Или он обязан это принять? Нет, здесь есть уже нюанс. Тут, если ремонт будет завершен до того, как потребитель будет предъявлено требование... На 46-й предъявил, на 47-й вернули, сказали извините. Если претензии предъявлены до того, как ремонт окончен, значит, обязаны исполнить это требование о возврате денег, либо о замене машины. Но если ремонт уже закончен и предложен к сдаче автомобиль, тогда уже заявлять что-то поздно. Тогда может требовать только неустойку. Тогда да. Поэтому здесь, да, уже надо успеть, в общем-то, уложиться. Если есть такое намерение потребовать возврата денег или замены автомобиля, то, значит, писать претензию на 46-й день нахождения автомобиля в гарантийном ремонте. И эту претензию писать куда? Да. Автодилеру, который продавал автомобиль, но есть право предъявить ее и импортеру. То есть, если мы говорим об иномарке, то той компании, которая ввозила ее в Российскую Федерацию. Если мы говорим о машине нашего производства, то и изготовителю. Ну, сейчас многие мировые компании имеют свои производства здесь, на территории России. Формально машины российские. Да. И изготовители российские юридические лица. Поэтому претензию мы можем предъявлять к ним. Они отвечают в полном объеме за действия своих дилеров, которым они поручили проведение гарантийного ремонта. Ну, в случае с Автовазом, возможно, что тебя после этого пришибут к кирпичу в подъезде, в качестве реакции на твое заявление. А с остальными есть шанс выиграть, да. Ну, почему же? Есть положительная практика таких дел, как с Автовазом, так и с крупными мировыми брендами. Поэтому, я думаю... А в твоей практике были успехи над Автовазом? Ты знаешь, Сергей, раньше процессы с Автовазом были наиболее частыми. В Москве, по крайней мере. Это логично. Сейчас наименее частые. А покупателей не стало? Они в регионы скачевали. Ну, вероятнее всего, да. Хотя здесь есть еще и другой аспект. Думаю, что покупатели Автоваза все же не готовы пускаться в длительные судебные процессы. Слушай, конечно, белую машину купил не для того, чтобы, да? Ну, человек все-таки как-то, наверное, более спокойно относится к поломке ожидаемой, нежели чем поломке неожидаемой. Тем не менее, случаи были и победы тоже. Конечно. Это самое главное. Ну, просто был момент, когда, например, газета Авторевью отрецензировала качество сборки автомобиля Иш-Ода. И реакция была с завода совершенно честная. С поднятым забралом. Оттуда приехали четыре убийцы для того, чтобы прикончить в подъезде главного редактора Михаила Подорожанского. Пришли и сказали, слышите, кто заказал? Да, ну-ка, быстро. Вот это была нормальная реакция советского автопроизводителя. Это было не так давно. Да, печально, конечно. Я надеюсь, что такие истории все-таки не будут повторяться с нашими людьми. Какой ты оптимист. Так, и опять-таки, гарантийные сроки ремонта. Да, но сейчас, кстати говоря, с иномарками зачастую наблюдаю ту ситуацию, которая была раньше с автовазом. Еще в советские времена, в начале 90-х годов, было же несколько вазовских станций в Москве. И чтобы попасть туда на гарантийный ремонт, надо было записаться в очередь. Причем так прилично, там месяц-два записывали вперед. А сейчас это происходит с машинами известных, уважаемых марок. У человека сломался гарантийный автомобиль, он звонит своему дилеру, ему говорят, ну хорошо, мы вас запишем, там через месяц подъезжайте. Он говорит, а как же, а мне ездить надо. Ну, а что делать, у нас очередь. А по закону? И вот, чтобы этого избежать, надо письменную претензию предъявлять. В обязательном порядке письменную. Как только вы это сделаете, поверьте, очередь сразу сократится, вас запишут на следующий день. На какие статьи ссылаться? На 20-ю статью закона о защите прав потребителей, которая как раз и устанавливает, что гарантийный ремонт должен, ну, устранение недостатка товара должно быть произведено продавцом незамедлительно. Если иной срок не установлен с соглашением сторон, ну, в любом случае, если вы напишите претензию, примут у вас машину, я думаю, сразу. Это уже неоднократно проверено практикой. И те люди, которые приходили, сдавали там на рецепшене заявление, что я не согласен с записью в очередь там на гарантийный ремонт через месяц и требую незамедлительно устранить недостатка, они машину сдавали в тот же день на ремонт. Не успевали отбежать на безопасное расстояние от дилерства, как уже машину. Да, и вот это все как раз вследствие того, о чем я говорил, вследствие жестких санкций в случае нарушения сроков. А какие жесткие санкции на деле? Ну, вот это неустойка и право на возврат автомобиля. Замечательно. Да, но, конечно же, говоря о срок гарантийного ремонта, мы не можем не сказать вопрос, когда в гарантийном ремонте вообще отказывают. Да. Это тоже наблюдается систематически, и основные споры-то идут из-за этого, потому что, когда человек приезжает и говорит, что вот у меня здесь ошибка какая-то появилась, да, высвечивается неисправность двигателя, очень часто он получает ответ, ну, это, наверное, некачественное топливо было. Вот, и предлагают, допустим, там, промывку топливной системы за счет потребителя сделать или свечи поменять за счет потребителя. Ну, я, конечно, оговорюсь, в ряде случаев это обосновано, вот, но во многих случаях, как мы уже убедились на примере судебных процессов, проведенных автотехнических экспертиз по этим делам, это совершенно не обоснованно, потому что на качество топлива дилеры готовы сейчас списать все, чуть ли даже не коррозию кузова уже. Прямая связь. Я помню, залил не то, и она взяла, и вся облупилась. Да, ну, вот этот пресловутый вопрос качества топлива, он на самом деле не такой уж страшный, потому что, ну, вот, скажем, политика такая сложилась, наверное, в отношении, вот эта гарантийная политика, что в России плохое топливо, и поэтому, если какая-то проблема, то в первую очередь мы увидим это, что, значит, было топливо, надо поэтому отказать в гарантии. Что делать? Совершенно это неправильно, надо в каждом конкретном случае разбираться, все-таки, что произошло, потому что зачастую там какие-то поломки двигателя, да, вызывают вовсе неплохое топливо, а сбой там в процессе управления, да, двигателем, там, блок управления, бывает, что сбоят, и из-за этого неправильная, и смесь образования идет, и двигатели выходят из строя. Подробности из статьи после новостей, и с Антоном Нездведским, юристом, закон о защите прав потребителей, так вот, не признают они, что этот случай гарантийный, что нам делать? Ну, прежде всего, надо подумать, надо ли соглашаться на платный ремонт, потому что, в первую очередь, он предложит за свой счет отремонтировать машину. Отказываемся? Отказываемся, да, если мы идем по этому пути, то мы требуем предоставить нам акт проверки качества, чтобы эта проверка была проведена в нашем присутствии, прежде всего, как требует закон о защите прав потребителей, и нам разъяснили в письменном виде, почему дилер считает, что случай не гарантийный, что ремонт произошел из-за неправильной эксплуатации, то есть, конкретно, какие пункты руководства по эксплуатации были нарушены, потому что дилер имеет право ссылаться на нарушение только тех правил эксплуатации, которые были доведены до потребителя в руководстве. То есть, вот говорит руководство по эксплуатации, нельзя делать то-то, то-то, вот, или, допустим, при обнаружении, скажем так, признаков неисправности какой-то, да, вы должны немедленно остановить машину, заглушить двигатель. И позвать вертолет. Ну, дальше двигаться уже на буксире, либо эвакуатором. Здесь можно говорить о невыполнении потребителям каких-то требований. Если же дилер не может сослаться, что мы конкретно нарушили в руководстве, значит, нет оснований и для отказа. По крайней мере, из этого исходит закон о защите прав потребителей. Статья какая? Статья 12 закона о защите прав потребителей говорит о том, что продавец отвечает за недостатки товара, которые возникли вследствие недостаточной, неполной, ну, то есть, ненадлежащей информации о товаре, в частности, о правилах его использования. А непосредственно вот акт проверки качества они должны на основании какой статьи предоставить нам? Здесь вопрос регулирует пункт 5 статьи 18 закона о защите прав потребителей, который говорит, что продавец должен провести проверку качества товара, а дальше, если уже потребитель не будет с этим согласен, не смогут убедить человека, что это его вина в поломке, не согласится потребитель. То есть, дилер должен проводить экспертизу за свой счет. Экспертиза предполагает уже привлечение независимых специалистов из экспертных организаций. Через два года они приедут? Нет. Все это должно проводиться в рамках сроков, установленных законом на выполнение того или иного требования потребителей. Ведь закон устанавливает разные сроки. Вот для гарантийного ремонта этот срок может достигать 45 дней, да, если это говорено. Ну, как правило, дилеры оговаривают вот этот именно срок в договоре купли-продажи. Для выполнения требований о замене некачественного товара максимальный срок это 20 дней. А если предъявлено требование о возврате уплаченных денежных средств за машину, тогда этот срок 10 дней. И вот в рамках этих сроков дилер должен сделать все вот эти процедуры, то есть должен провести проверку качества и при необходимости, если возник спор, вот эту экспертизу. Не больше 20 дней выходит. Если требуется замена, тогда не более 20 дней. Если требование о возврате денег, тогда этот срок 10 дней. Если срок этот не соблюдается, значит можно идти уже в суд. То есть предъявлять иск и пусть экспертиза будет проведена в судебном порядке. Потому что именно на продавце, на дилере лежит обязанность доказать потребителю, что вот он в данной ситуации не прав, он нарушил правила эксплуатации автомобиля и из-за этого появилась поломка. А вот этот самый важный момент о том, что дилер нам должен доказать. Да, это важный момент, потому что многие люди ведутся на то, что, на те объяснения, которые предоставляет автодилер, говорит, что ну вы не докажете ничего. А мы и не должны. А мы, в общем-то, делать этого и не обязаны, потому что по закону о защите прав потребителей 6 пункт 18 статьи говорит, что в отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец отвечает за его недостатки, если не докажет, что они возникли вследствие нарушения правил использования, хранения, транспортировки, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Вот так. И в судебном процессе эта обязанность, она сохраняется. То есть суд, который правильно подходит к этому вопросу, ну сейчас после того, как у нас очередной распленум Верховного суда в 2012 году разъяснил эти вопросы законодательства о защите прав потребителей, мы наблюдаем, что в судах, в общем-то, складывается практически везде правильный подход к распределению брения и доказания. Вот. Суд возлагает на ответчика обязанность доказать, что же потребитель все-таки нарушил. Вот. Ну, здесь тоже много нюансов, как и везде, потому что понятно, что мы живем сейчас в условиях современной действительности, со всеми прелестями коррупции. И этот коррупционный фактор включается и даже вот в таких вот отношениях, когда дилеры покупают экспертизу. То есть независимо она тоже, наверное, процентов только там на 10-15. И как нам с ней спорить? Здесь уже только в судебном порядке, только в судебном порядке, причем подготовившись к судебному процессу и прежде всего следуя тому, что нельзя соглашаться на предложение ответчика о проведении экспертизы в тех организациях, где он предлагает. Вот. То есть... Отвод сразу? Конечно. Конечно. Очень много экспертных организаций, носящих известные названия, институты. Вот. Где, тем не менее, вот этот фактор присутствует. Вот. То есть к нам обращаются люди, которые уже столкнулись. Ну, совершенно очевидно там, что поломка по причине производственного дефекта, но тем не менее они получают от дилера вот такую вот экспертизу не в свою пользу, где их обвиняют во всех смертных грехах. Вот. И потом им приходится это в судебном порядке опровергать. А есть честные экспертизы, имена которых можно было бы назвать? Вы знаете, я вот неоднократно сталкивался с экспертизами, которые проводит Центр технической экспертизы Государственного научного центра НАМИ. Вот. И могу сказать, что там, пожалуй, наиболее объективно подходит к этому вопросу с той точки зрения, что нет какой-то ангажированности в пользу автодилеров. Другие институты, не буду называть, конечно, они, по-моему, избрали такой вот метод работы. Ну, понятно, что все хотят заработать денег, да. У них есть постоянные клиенты, это дилерские центры и импортеры, которым потребители наши предъявляют претензии. Они им щедро платят за услуги и, естественно, для того, чтобы удовлетворить спрос таких клиентов, эти компании готовы выпускать любые экспертизы и все время им подыгрывают. Вот. Поэтому надо быть в этом вопросе достаточно внимательным. И прежде чем пускаться в судебный процесс, с автодилером понимать, насколько можно обеспечить объективную экспертизу. Потому что от экспертизы зависит итог судебного процесса. В чью пользу судебная экспертиза скажет? Она уже судебная. Как правило, да, в ту сторону суды выносят свое решение, потому что, ну, для суда это основное сейчас доказательство по практике. Хотя, исходя из смысла гражданского процессуального кодекса, это не должно быть так. Но с учетом того, что суды стараются рассмотреть дела сейчас очень быстро, зачастую никто из судей не хочет даже вдаваться в какие-то нарушения, допущенные экспертам, вникать, назначать повторную экспертизу и принимать такие вот поверхностные решения. Да. Поэтому вот этот фактор, конечно же, надо учитывать. Если еще на досудебной стадии возникает с дилером спор, по какой причине возник дефект, да, даже вот идеально вот на вот эту процедуру проведения дилером досудебной экспертизы за счет дилера, да, все равно желательно привлекать со своей стороны независимого технического специалиста. В связи с какой правовой нормой это возможно? Ну, вот, допустим, нет, здесь речь идет не о правовой норме, это исходя из, так сказать, необходимости, да, чтобы обеспечить возможность доказывания последствий. Со своим врачом надо сходить, конечно. Да, да, то есть вот мы предъявляем претензию к поломке двигателя в гарантийный период. Дилер говорит, это некачественное топливо. Там привлекает со своей стороны вот этих вот независимых экспертов. Ну, можно, опять же, я говорю, уже с какой-то там долей уверенности ожидать, что они будут помогать тому, кто им платит. Вот, поэтому, когда начинается процесс дефектовки двигателя, его должны разобрать же, да, прежде всего, то к этому процессу желательно подключать своего автотехнического специалиста. То есть пусть тут заплатить придется некую денежную сумму за его услуги, но, тем не менее, можно объективно проконтролировать, что же там делает независимый эксперт, нанятый автодилером, да, и насколько правильно он проводит эту экспертизу, насколько объективны его выводы в последующем. Двигателиста желательно уже иметь. Потом, да, потом такие заключения закон позволяет оспаривать. То есть в законе, вот в 18 статье, есть норма, которая говорит, что если потребитель не согласен с заключением экспертизы, организованной дилером, то он имеет право оспорить ее в судебном порядке. И поэтому уже, да, придется идти в суд и просить суд назначить судебную техническую экспертизу для того, чтобы опровергнуть выводы вот этой досудебной. А они обратятся к тому же или к такому же тоже ангажированному, и тогда придется оспаривать вторую экспертизу уже судебную? Вот, и здесь, конечно же, на этом этапе, да, главное не соглашаться на те предложения, которые будет носить автодилер по кандидатурам экспертов судебных. Потому что не исключен вариант, что и эта судебная экспертиза может быть каким-то образом ангажирована. Будем так говорить. Да, речь даже идет не о том, чтобы, знаете, эксперту платили деньги, вот, ну, давали взятку. Очень часто эта система работает, я говорю так, что эксперт заинтересован в сохранении клиента. Когда у нас экспертиза стала коммерческой, да, ведь раньше экспертизу судебную выполняли государственные судебно-экспертные учреждения, которые не могли заниматься коммерческой деятельностью и оказывать платные услуги каким-то гражданам, там, юридическим лицам в досудебном порядке. Сейчас же получается, что у нас экспертизу может проводить любая коммерческая организация. То есть, здесь уже принцип, конечно же, работает рыночный. Хорошо, и, предположим, удалось, тем не менее, найти экспертизу, то есть, и намешники пришли, посмотрели, сказали, да, двигатель накрылся не потому, что был плохой бензин, а потому, что это был производственный брак, и? — Вот в такой ситуации мы имеем основания для того, чтобы подать суд, если дилер нам отказывает в выполнении гарантийного ремонта, да, причем можно уже не гарантийный ремонт требовать. Если уж судиться, так судиться, наверное, по полной программе, и требовать тогда замены машины. — Или двигателя. — Либо вернуть деньги. Нет, замена двигателя — это не метод, потому что... — Для дилера метод, он довольно часто предлагает компромиссное решение, и говорит, ну, хорошо, да, действительно, сейчас новый мотор поставим. — А в чем, собственно, смысл? Ведь метод гарантийного ремонта выбирается, в общем-то, дилером. Мы можем требовать либо безвозмездного устранения недостатка, но как его устранят, в принципе, нас интересовать-то не должно, да, потому что если по технологии этот недостаток устраним, замена каких-то отдельных деталей, ну, нет основания настаивать на замене двигателя в целом, что это даст. А вот замена автомобиля в таком случае может дать потребителю, скажем так, компенсацию за тот моральный вред, который он уже понес из-за необоснованного отказа. — На самом интересном месте прерываемся на новости. Антон Незвестский, юрист, закон о защите прав потребителей. Итак, дилер признает, что, да, ремонт двигателя он готов сделать, двигатель бракованный, он признает это как гарантийный случай, а мы хотим поменять целиком машину. Но вот здесь, возможно, это и не получится, потому что если дилер признает гарантийный случай и готов, уложившись в сроки, устранить недостаток, не всегда потребитель может вернуть автомобиль из-за любого недостатка, да, потому что закон о защите прав потребителей здесь несколько ограничивает возможности, ну, оно, наверное, правильно. Автомобиль — это технически сложный товар, и можно потребовать его замены либо возврата денег только при существенном недостатке. А существенный недостаток — это недостаток неустранимый, либо который невозможно устранить без несоразмерных расходов, которые там близки либо равны стоимости машины, либо невозможно устранить без несоразмерных затрат времени, то есть превышающих вот эти вот 45 дней, определенные законом о защите прав потребителей. Вот. Либо если этот недостаток выявляется неоднократно или проявляется вновь после устранения. Вот эти два момента последние мы запоминаем, потому что это более частые ситуации, когда машина ломается несколько раз по одной и той же причине, вот тогда мы можем смело требовать ее замены. Несколько — это сколько? Как в русской сказке три? Два и более раза. То есть при второй поломке одной и той же, да, мы можем говорить, что этот недостаток проявился вновь после устранения и требовать, в общем-то, замены либо возврата денег. Это уже существенный недостаток. А в данном случае не играет роли, что это стуканул мотор, или, например, сгорело сцепление? Вот два раза подряд сгорело сцепление в течение, там, условно говоря, 5000 километров, и на этом основании мы требуем замены сцепления лицом целого автомобиля. Если это заводской брак, то мы можем требовать замены всего автомобиля, если это одна и та же поломка. Но с сцеплением не все так просто, потому что большинство людей, по моим оценкам, меняют сцепление, сгоревшее за свой счет, даже не разбираясь в том, что это может быть гарантийным случаем. Но дилер тут совершенно четко всегда заявляет, что сцепление это вообще типа расходный материал, и даже в большинстве гарантийных книжек на машины прописано, что на сцепление гарантий не распространяется. Поэтому людям тут отказывают в ремонте по гарантии и предлагают менять за свой счет, мотивируя тем, что у вас такой стиль езды, и вы сами его сожгли. Хотя, опять же, когда мы начинаем разбираться, в ряде случаев мы видим, что сцепление горит вовсе не из-за того, что водитель его поджимает и как-то неправильно эксплуатирует машину. То есть мы опять требуем акт проверки качества? В такой ситуации мы должны добиваться проведения экспертизы, объективной экспертизы, конечно же. Пусть мы даже за свой счет ее лучше сделаем, но получим объективный результат. И вот эта экспертиза зачастую показывает, что, оказывается, там диск с перекосом работал, или там какие-то иные были заводские нарушения в установке узла сцепления. Из-за этого оно преждевременно вышло из строя. Потому что люди говорят, ну как же так? Я на механике езжу уже 15-20 лет, и вдруг эта новая машина, в ней горит сцепление через 7-10 тысяч километров пробега. Хорошо, но это однозначная ситуация. Сцепление либо сгорело, либо не сгорело. А, например, коробка робот DSG, когда ты приезжаешь к дилеру и говоришь, она начала дергаться, а он говорит, а это нормально. Как? Она же не дергалась, она же работала плавно. Он говорит, да нет, это нормально. Она просто притерлась, и так будет впредь. А ты понимаешь, что она сейчас накроется. Ну вот, кстати, один из самых частых поводов для спора между потребителем и дилером, это, а есть ли неисправность вообще, да? А докажи. Да, вот здесь даже зачастую дилер отказывается какую-то экспертизу проводить, говорит, а мы вообще не считаем, что здесь есть недостаток и предмет для разбирательства, да? Ну, дергается, но это конструктивная особенность такая вот у машины. Это так задумано. Вот, или скрипит там где-то, или вибрирует что-то чересчур, да? Ну, ничего страшного. Вот, здесь приходится, опять же, в ряде случаев разбираться, причем даже используя сравнительный метод экспертизы, когда машина сравнивается там с другой аналогичной, может быть, новой машиной, да? И эксперт смотрит, а как же на другом экземпляре, да? Вот, есть такая вибрация или там рывки, да, при трогании. И тогда можно... Можно доказать, что все-таки это что-то ненормальное. Это дефект. Что это дефект, да. А не какая-то конструктивная особенность, на которую ссылается автодилер. Вот, поэтому, опять же, от случаях случай. Но, что касается вот этих вот коробок ДСГ, да, то мы все читали последние новости о том, что Volkswagen все-таки признал, да, какие-то проблемы, связанные с маслом. Качество перевода дает два разных взаимоисключающих варианта. Первый, мы меняем минералку на синтетику, поэтому дефект. Второй, мы меняем синтетику на минералку, поэтому дефект. Что именно признал Volkswagen, пока еще толком непонятно. Понятно, что у них 2 миллиона в отзывную кампанию попало, но параметры мы узнаем еще не скоро, хотя узнаем в том числе у нас в эфире, когда придет человек, специально победивший Volkswagen по семиступенчатым ДСГ. Ну вот, это хорошо, что Volkswagen все-таки признает какую-то проблему и объявляет массовый отзыв. Потому что вообще в России проблема с отзывами машины, она остро стоит. Да. У нас, к сожалению, нет таких санкций в законодательстве и нет примеров привлечения к серьезной ответственности автопроизводителей, которые продают здесь свои машины, да, за какие-то конструктивные серьезные поломки. Мне на самом деле практически неизвестны, там буквально единичные, я знаю, случаи, когда в автомобилях зарубежных марок, поставляемых на российский рынок, признавался конструктивный дефект, конструктивная проблема, да, из-за которых, в общем-то, действительно надо было отзывать партию, там, или определенное количество автомобилей. Вот. Пользуясь тем, что наше законодательство не дает возможности взыскать миллионные штрафы, как это, например, в США был, да, за... За педаль у Тойоты. За то, что, да, педаль газа у Тойоты западала, взыскали. Сколько там миллион? Ну, какое-то неимоверное число. Да. Ну, потом еще сверху добавили немножко. Вот, к сожалению, если бы у нас такая практика была, я думаю, у нас бы тоже ситуация пошла. Что бы мы тогда делали с Автовазом? Ну, видимо, политика сохранения, так сказать, охранения интересов Автоваза, да, она, в общем-то, отражается и на... Наше все. У нас Пушкин наше все и Автоваз наше все, а между ними стоит знак равенства. Без того и без другого мы не можем. Хотя сейчас уже совершенно известный факт, что... Ну, многие, многие сейчас эксперты говорят о том, что пора эту политику прекращать, надо защищать права и интересы потребителя, а не предпринимателя, не автобизнес. Антон, если у потребителя облупился капот, он приехал к дилеру и опять начинается бодание уже по поводу лаккрасочного покрытия. Это один из частых и интересных вопросов, споров, которые возникают, да. Новая машина, у нее начинается коррозия. Это очень часто происходит из-за заводских проблем, из-за нарушения технологии окраски. А иногда, кстати, и машину битую продают, тоже об этом не следует забывать. С чем мы сейчас сталкиваемся? Мы видим, что дилер, как правило, в таких случаях готов машину перекрасить. А надо? Ну, зачастую говорят, что мы там делаем полную перекраску кузова вам. Ну, больше ничего, собственно. Хотя коррозия кузова, ну, это один из, на мой взгляд, самых серьезных недостатков для машины, потому что человек вместо нового автомобиля получает перекрашенный. Получает джигули сразу. То есть человек, покупая, скажем так, там, Мерседес, да, в том числе вправе рассчитывать на то, что это будет машина немецкой окраски, сделанной на заводе-изготовителе с соблюдением технологии конвейерной. Делать-то что? Соглашаться на покраску и потом красить каждые полгода в течение гарантийного периода? Вот здесь я бы не советовал соглашаться на покраску, если речь идет о какой-то единичной детали. Да, можно еще на это согласиться, чтобы, ну, не терять время в судебных процессах, но если у машины начинает корродировать значительное количество, да, кузовных деталей, то однозначно надо требовать замены такой машины, вот, ну, если вы не хотите ездить на перекрашенной, конечно. Потому что дилер будет уверять, что у нас есть ремонтная технология, рекомендованная заводом-изготовителем, что она такая же качественная. Не могу я с этим согласиться, много общался с автотехническими экспертами, прежде всего с экспертами-лакокрасочниками, да, которые вот занимаются. Это две разные технологии, ремонтная всегда отличается от заводской. Да, да, да. Хотя сейчас, я знаю, опять же, многие вот такие вот эксперты, работающие на дилеров, пытаются тоже убеждать суды, что ничего страшного, покрасят. Это явно вопрос, который решается только в суде, потому что из-за лакокрасочного покрытия они не согласятся просто так поменять машину. Да, как правило, на требование о замене машины в таких случаях человек получает отказ, только предлагают перекраску. Но у нас в практике очень много судебных побед, когда в таких ситуациях заставляли менять машину. Антон Лизвецкий, юрист. Спасибо. Спасибо.